Предмет, который стоит справа от меня, называется лава-лампа. Изобретен он был в 1963 году Эдвардом Волкером, который служил летчиком во время Второй мировой. Эдвард знаменит не только своей лампой, но и основанием одного из самых больших лагерей для натуристов в Великобритании. На протяжении 60-х и 70-х годов лампа пользовалась невероятной популярностью, которая потом пошла на спад. Были кратковременные вспышки спроса в 90-х, а в 21 веке он стал несопоставим и низок по сравнению с прежними показателями. Но возможно мы станем свидетелями возрождения популярности этого продукта. Только об этом чуть позже. А сейчас вот о чем. Большой жюри присяжных предъявило официальное обвинение 12 агентам российской военной разведки, которые обвиняются в совершении серии киберпреступлений во время американских выборов 2016 года. Слышали о законе Годвина? Это явление обнаружил Майк Годвин в 1990 году в компьютерной сети Usenet. Когда политическая дискуссия достигала своего апогея, практически всегда последним аргументом и неизбежной точкой в споре являлось упоминание Адольфа Гитлера. Также и сейчас в любом споре про кибербезопасность вы обязательно услышите фразу «Russian hackers» или «российские хакеры», которые, по мнению американской разведки, несут риск как для частных компаний, так и для целых стран. Журналист Эллен Эрхард в своей статье в журнале Wired пишет, что большинство существующих методов шифрования информации все же могут быть уязвимы. Ведь алгоритм для их генерирования когда-то тоже придумал человек. А это значит, что даже их автономное формирование никак нельзя назвать хаотичным. Возникает вопрос, где во Вселенной найти абсолютный рандом? Ответ прямо перед вашими глазами. Ни один из нас не сможет достоверно предсказать движение бурлящей воды, кипящего масла или же движение нагретого парафина в емкости с маслом. А теперь вернемся к изобретению Эдварда Волкера – лава-лампе. Американская компания Cloudflare выработала механизм формирования криптографических ключей шифрования. Фотооборудование снимает лаву-лампу 24 часа в сутки, а парафин в ней хаотично перемещается. А значит и пиксели на полученном изображении хаотично меняют свои параметры, то есть цвета. А уже сама комбинация параметров пикселей в заданный момент времени и формирует суперключи шифрования. Шелест листьев, течение реки, языки пламени и даже телодвижение того самого российского хакера могут быть использованы для того, чтобы создать такой алгоритм криптографии, чтобы ни один человек в мире не имел к ним ключа, а значит и доступа к информации. Все гениальное просто, и возможно мы станем свидетелями, как на защиту наших персональных данных встанет сама природа. Это был Хайтек. Субтитры создавал DimaTorzok